Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортинформ» и я, ее ведущий, Сергей Мисурагин. На пути к Олимпу в областном центре прошел легкоатлетический забег, посвященный Международному Олимпийскому дню. В нем приняли участие школьники, студенты, инвалиды-колясочники и ветераны спорта. Подробности в нашем первом материале. Торжественное открытие соревнований прошло на площадке у Ледового дворца спорта. Не глядя на дождь, праздничное настроение участникам забега создавали юные певцы и танцевальные коллективы города. Впервые свою силу и мастерство продемонстрировали и любители воркаута. Выступление действительно получилось зрелищным. С Международным Олимпийским днем спортсменов поздравили представители Национального Олимпийского комитета и местных органов власти. Целью мероприятия является детско-юношеский спорт, массовость. То есть, если мы привлечем массовость, то, соответственно, мы дадим тренерам возможность отбирать, именно отбирать, а не набирать спортсменов свои. Дюшеры, дюшки, спорт высших достижений. После этого проспект Победы был полностью отдан в распоряжение участников забега. Первыми на старт вышли люди с ограниченными возможностями. Здесь первым финишный створ пересек Алексей Булончиков. Он старается не пропускать подобных стартов не только в Витебске, но и в других городах Беларуси. Дистанция, конечно, символическая. Просто проехать в честь такого праздника. Особо какой-то подготовки не было. Так спонтанно пригласили. Почему не проехать? А потом настало время проявить свои спринтерские качества школьникам. В забеге девушек вне конкуренции была ученица 30-й средней школы Виктория Гритчина. Интересно, что она профессионально не занимается лёгкой атлетикой, а выступает в танцевальном коллективе. Ну, благодаря Ливонике, наверное, у меня такие силы, выдержки, потому что у нас очень много концертов. И как бы я постоянно на репетициях, и я себя держу как-то в форме. Ну, и бегаю иногда. И в забеге юношей победил также непрофессиональный спортсмен. Ученик 27-й средней школы Андрей Стариченко ведёт активный образ жизни. Чтобы держать себя в хорошей физической форме, каждый день пробегает много километров. Порядка 20 дней подряд бегаю по 10 километров каждый день. Но я думал, здесь будет 5 километров, а тут оказалось меньше. И я увидел двух парней, которые бегут впереди, и не смог проиграть. И просто ускорился на последних метрах и выиграл. В областной спорта Киаде сельские игры 2017 приняли участие представители 19 районов Витебской области. Соревнования проводились в течение трёх дней, и каждый из них проходил в бескомпромиссной спортивной и творческой борьбе. Полтысячи спортсменов-любителей из 19 районов Витебской области съехались на спорта Киаду «Сельские игры 2017» на озере Суя. Участниками спортивного праздника стали представители сельскохозяйственных трудовых коллективов Придвинского края. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. Команды выясняли сильнейших не только в футболе, волейболе, настольном теннисе и гиревом спорте, но и в творческих конкурсах и играх. Судельская коллегия учитывала наибольшее количество побед, завоёванных на спортивных и творческих площадках. В частности во всех конкурсах, во всех мероприятиях, во всех закрываем все виды спорта. У нас очень хорошая и сильная команда. В прошлом году мы заняли в общем зачёте второе место. В этом году планируем показать или улучшить. Занимаемся в школе Чашники, в городе Чашники, также спортивный комплекс «Энергетик» Лукомольский ГРЭС. Команда довольно приличная, сильная, поэтому выбрали, ну я думаю, что выбрали лучших. Выбрали лучших, но попытаемся потягаться. Сельские игры на Витебщине не проводились в течение восьми лет. В прошлом году их реанимировали и теперь спортивный форум обещает стать традиционным. Главной целью соревнований является то, чтобы жители районов, агрогородков и деревень активно включались в занятия физической культуры и становились сторонниками здорового образа жизни. Спорт – это идеология нашего государства. И однозначно областной исполнительный комитет уделяет очень большое внимание данным соревнованиям. Это сегодня происходит спартакиада сельских жителей. В следующие выходные будет спартакиада учреждений госорганов. Поэтому, скажем так, те люди, которые занимаются спортом – это будущее нашей страны. Несмотря на серьезную конкуренцию и огромные амбиции всех участников, безусловного успеха добилась команда Верхнедвинска. На втором месте коллектив Витебского района. Тройку лидеров замкнула команда из Глубокого. Лучшую арену Витебщины – легкоатлетическое ядро Центрального спортивного комплекса отдали в распоряжение представителей Королевы спорта. Здесь прошло открытое первенство города по легкой атлетике – звезды завтрашнего дня. За соревнованиями юных атлетов следила и наша съемочная группа. Прыжки в длину и высоту, метание мяча, а также бег на 60, 200, 400 и 800 метров. Программа, которую организаторы предложили для юных легкоатлетов. Кстати, право выступить на этих стартах заслужили далеко не все спортсмены. Тренеры определили лучших воспитанников, кто показывает хорошие результаты для своего возраста. Эти соревнования проводятся для 2005-2006 года рождения детей, которых мы видим в перспективе занять хорошие места, попасть в команды старших возрастов. Здесь проходит отбор на областные соревнования. Первые виды программы – прыжки в высоту и бег на 60 метров. Здесь необходимо успеть хорошо размяться, чтобы потом уверенно, как на тренировке, взять заявленную высоту. Но получалось это далеко не у каждого легкоатлета. В финальную часть соревнований попали самые сильные, кто уже несколько лет постоянно тренируется и выступает на городских и областных стартах. Я победила в соревнованиях, поехала на область и получилось так, что я начала заниматься легкой атлетикой. Мне очень нравится заниматься легкой атлетикой. Я занимала, ну, у меня первые места в Витебске и я ездила в Минск, но я там ничего не заняла. В беге на спринтерские дистанции тоже были свои фавориты. Витеблянин Владислав Чехлянков уже имеет в своем активе победу на республиканском турнире. Сейчас мечтает о международных стартах, но для этого нужно каждый день упорно тренироваться. Мой папа бегал барьеры, вот, меня отвел на легкую атлетику. Я бегаю в 60, там, 200, 100 когда-никогда. Надо держать руки правильно, поднимать бедро, захлест не делать. По итогам соревнований лучшие юноши и девушки получат право выступить на областных стартах школ области. Эти соревнования также пройдут на беговых дорожках Витебского центрального спортивного комплекса. На берегу озера Древяты в Браслове открыли детскую парусную школу. Возрождение яхтинга здесь стало возможным благодаря малому гранту проекта «Польская помощь». Западные дипломаты уже вложили в этот проект более 100 тысяч евро. Подробности в следующем материале. Когда-то брасловские регаты были делом привычным. Пристани с парочниками и байдарками здесь можно было увидеть еще в 1930-х годах. После Второй мировой войны о гонках на воде забыли. Первые соревнования на озерах курортного района Витебщины после Великой Отечественной провели пять лет назад. А уже в этом году покорить водные пространства собираются юные любители экстрима. Одно из важных событий форума «Брасловские зорницы» — открытие детской парусной школы. 15 новеньких яхт — подарок от польских дипломатов. Мы хотели именно создать парусную школу для молодых людей. Возможность осуществлять свою активность именно под парусами. Это дает в какой-то степени экономический толчок. Потому что это приток туристов. Это, конечно, дополнительные доходы, возможность развития города и туристической инфраструктуры. Возможность почувствовать себя властелинами парусов у местных школьников появилась благодаря проекту «Польская помощь». Сумма инвестиций в Брасловский яхтинг — 100 тысяч евро. Здесь оборудовали пирс, ловучий причал, построили ангар. Еще 40 тысяч западные соседи вложат в работу школы. За последние 10 лет в нашей стране реализовано около 100 польско-белорусских проектов на сумму от 50 до 70 тысяч евро каждый. В перспективе создания новых совместных предприятий и строительства объектов, в том числе и в Брасловском районе. С польским посольством прорабатываем покупку части яхт туристических, чтобы сдавать их в аренду и зарабатывать на этом. Следующий наш протокол о намерениях и будущий проект — это ремонт общежития. То есть общежитие либо такого центра, где можно будет сегодня и учебный класс разместить, и разместить детей, и еще разместить педагогу, тренажерный зал. Поэтому есть договоренность и с послом Польши Коннордом Павликом. Поэтому я думаю, все у нас получится. Совсем скоро рядом с Брасловским яхт-клубом появится штаб-квартира Белорусской Федерации парусного спорта. Гостиница и кафе для спортсменов. Набирать детей в возрасте от 7 до 15 в группы начальной подготовки начнут уже через месяц. Одновременно здесь смогут учиться 150 школьников. Все занятия для них будут бесплатными. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Встретимся, как обычно, через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok